добрый день мои дорогие друзья сегодня я хотя бы хотела бы поговорить с вами о своих последних работах начатых работах законченных работах и об такой актуальной теме как утилизация остатков пряжи или как не то что даже утилизация а применение остатков пряжи так скажем вот я не люблю начинать одновременно несколько работ никогда практически никогда этого не делаю но вот тут что-то мне как-то захотелось я посмотрела девочек разных на youtube и они там вяжут не по одному проекту и мне тоже захотелось и вот я начала проект свой очередной это будет у меня длинная круглая скатерть вот из таких кругленьких мотивов цветочки цветочками это пряжа у меня снежинка фабрика имени кирова вот я пока связала еще 7 8 мотивов наверно так раз два три 4 5 6 7 8 9 мотивов связала вот и только начало вот таким вот тоненьким крючочком вижу 075 работа конечно такая кропотливая почему-то у меня болель заболели глаза от нее и я как-то решила отложить немножко отдохнуть вот и мне пришла в голову уже давно вынашивала эту идею потому что в прошлом году купила себе вот такие сапоги вот такого цвета не такие сапоги а сапоги вот такого цвета кораллового и мне не с чем было их носить вот но сапоги очень удобные я их купила только потому что было удобно одевать вот комбинировала конечно с другими цветами но лучше конечно когда они сочетаются с каким-то похожим цветом и вот связала себе такой комплектик аксессуаров это вот такой беретик вот он выглядит так внутри на размер 52 54 56 подойдет ставлю на заставку фотографию манекена в этом беретики а вот и посмотрите также к этому беретику я связала такой снудик вот таким узорчиком сразу говорю что мастер-классов по этому комплекту не будет скорее всего потому что сейчас будет такой период в моей жизни когда я вообще возможно не смогу долго очень снимать никакое видео вот поэтому девочки не обижайтесь на меня и даже те которые мастер-классы я обещала выложить я выложу возможно но только через какое-то не очень скорое время вот так вот скажем вот у меня предстоит такое событие в моей жизни ну в общем не будет не до не до видео наверно скорее всего вот но вот по этому узорчику конечно я постараюсь заснять небольшое видео как его вязать если кому-то интересно можете написать мне в комментариях вот схемки я могу оставить также есть схема узоров в моей группе вконтакте вот там есть ссылочка на мою группу есть в описании канала и в инфобоксе я могу оставить тоже ссылочку на мою на мой канал на мою группу извините пожалуйста вот а так в принципе здесь все просто вяжется я вязала как вязала просто как шарфом 70 петелек набрала вот так поперек вот он даже шовчик 70 петелек я набрала вязала вот туда вверх прямо связала у меня получается сто восемнадцать сантиметров длины получилась такая полоска я ее сложила пополам и выполнила вот здесь шов в общем то особых мастер-классов тут никаких и не требуется человек который захочет связать он свяжет вот схема тоже очень простая ну в принципе можно сделать маленький мастер-классик на такой образец в общем попробую если получится то значит получится если нет значит вы на меня не обижайтесь и не пишите мне гневные комментарии вот на беретик тоже есть схема тоже там ничего такого сложного нету вот поэтому тем более что эту схему я брала в интернете и как бы делать мастер-класс на то что в открытом доступе находится как-то не очень хочется не хочется как-то нарваться на какие-то неприятности поэтому тоже простите тоже наверно мастер-класс мнений вам не показать вот и что же к чему же пришли мы сейчас мы сейчас пришли вот к этой подушке вот которую я связала из остатков пряжи это декоративная диванная подушка к моему пледу белому вот этот плед фотографии этого пледа есть у меня в группе вконтакте он вот такого белого цвета но он вот 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 как между вот это как шовчики но он к сожалению не из хлопка вернее не к сожалению он просто не из хлопка он из такой бобинной кавказской пряжи связан тоненький такой но это акрил конечно там было написано что-то чистая шерстяная носочная пряжа вот но оказался акрил стопроцентный я из него связала плед потому что он на что больше был негоден а вот и мне хотелось взять такую диванную подушечку давно уже какую-нибудь к нему подходящую вот я из остатков пряжи себе такую подушку связала вот и у меня еще осталась целая куча вот таких остатков всяких целый мешок вот что из них сделать и еще в дальнейшем я подумаю скорее всего это будет какой-то плед для дивана сына ну вот какой именно плед я еще не решила либо афганский плед либо плед из бабушкиных квадратов либо еще из каких-то мотивов других вот может быть тут их захочет присоединиться ко мне тоже в процессе утилизации своих остатков выложит тоже покажет мне свои идеи мне будет очень приятно если вы мне напишите в комментариях вот может быть вы что-то тоже вяжете сейчас из остатков на данный момент поэтому давайте дружить давайте делиться с друг с другом своими идеями вот мастер-классов конечно по бабушкиному квадрату в интернете целая куча поэтому тоже не обязательно мне делать мастер-класс я просто захотела поделиться как я утилизе начала утилизировать свои остатки пряжи вот что у меня получилось а кто захочет связать себе такую подушечку тут тоже премудрости особых нет тут 12 квадратиков соединены обвязаны столбиками без накидов и соединены на изнаночной стороне швом вот а изнанка выглядит вот так изнанка вязался большой квадрат сначала а потом вот я с двух сторон здесь добавила по прямой с двух сторон получила прямоугольник и при и привязала вот шовчик сделала две эти стороны я привязала столбиками без накидом а потом обвязала рачьим шагом и получилась вот такая подушечка ну это все что я хотела вам показать большое спасибо за внимание всем спасибо кто подписывается на мой канал кто комментирует до свидания